Слава Богу Мы хотим сегодня посмотреть на одну из тем Библии, которая актуальна для каждого из нас. И никто из нас не может себя изолировать или убежать от этого. Это несет опасность для каждого поколения, которое неправильно относится к этой теме. Это тема искушений и соблазнов. Об этом Иисус Христос сказал в Евангелии от Луки, 17 глава, 1 стих. Он сказал ученикам своим, что невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Хотел бы сегодня обратить наше внимание, как нам сегодня правильно жить в этом мире, для того, чтобы нам не попадаться на эти соблазны. Казалось бы, такое простое слово «соблазн» или «искушение», но какая большая сила стоит за ним. Лев Толстой сказал, что один из самых обычных соблазнов, и знаете, самых простых, который приводит к самому большому горю, это соблазн словами «все так делают». Иногда люди оправдываются и успокаивают себя, и говорят «все так делают», «вокруг люди так поступают». И рассматривая сегодня тему соблазнов или искушений, хотелось бы дать ответ на три ключевых вопроса. Первый вопрос, который мы будем отвечать на основании Священного Писания, отрывок, который мы будем читать, это книга «Бытие», это откуда они приходят, откуда приходят соблазны. Второй вопрос, который мы зададим, это как они приходят. И третье, на что мы посмотрим, это как их избежать, как победить соблазн, как выйти из него, как пройти. В буквальном значении соблазн это искушение или обольщение или приманка. Интересно, когда я готовил проповедь, я посмотрел словарь, и вот это слово «приманка» меня очень сильно удивило, потому что приманка используется, когда люди идут на охоту, или, может быть, если есть рыбаки среди нас, люди, которые идут на рыбалку, и у каждого рыбака есть специальная приманка для определенной рыбы, правильно? Точно так же, как вот эти приманки использует рыбак, точно так же в этом мире, в котором мы живем, развешаны соблазны, вот эти вот приманки, которые ловят людей, на которые враг душ человеческих дьявол улавливает души людей. Интересно, и каждые эти приманки, они разные, они индивидуальны для жизни каждого человека, индивидуальны для каждой ситуации. Для кого-то это деньги, для кого-то, может, это женщины, для кого-то это власть, для кого-то это слава. И очень много разных разновидностей в этом мире дьявол расставил приманок, чтобы мы спотыкались. Хотел бы сегодня посмотреть на эту тему, потому что это очень важно для нас, как церковь. Для тех, которые являются светом в этом мире, которые являются солью в этом мире. Потому что, живя в этом мире, живя в этой жизни, имея жизнь, мы имеем все три врага. Библия говорит о трех врагах. Это враг мир, в котором мы живем, это враг дьявол, который есть враг душ человеческих, и третий враг, знаете, что это? Плоть, наша плоть. И не важно, кто ты, не важно, где ты, не важно, сколько тебе лет, не важно, в каком ты состоянии, не важно, какого ты духовного уровня. Потому что даже Христос, абсолютный Бог, имел дело с искушениями. Помните, мы читаем о том, когда он ушел в пустыню, то дьявол искушал его. И до самого последнего дня, когда он был на Голговском кресте, он висел. Помните, и тогда дьявол искушал его и говорил, сойди со креста, и уверуют. То есть на протяжении всей жизни, если Христос переживал эти искушения, что-то договорить о нас каждый день, везде, это очень важно. И каждый сегодня имеет выбор, встретившись с искушением или соблазном, всего лишь две дорожки. Первое, устоять и выйти победителем, или упасть и стать рабом греха. Мы делаем этот выбор. Бог сегодня дал нам выбирать. Он говорит, я показал тебе жизнь и смерть, проклятие и благословение. Дальше Господь говорит, избери жизнь, дабы что? Дабы жил ты и потомство твое. Бог дает нам выбор. Из рабства, которого выкупает только кровь Иисуса Христа и живая вера. Я не хочу закончить на точке и сказать, что раб греха. Иисус Христос пришел для того, чтобы выкупить нас из рабства греха. И мы имеем живую веру, через которую имеем спасение во Христе. Хорошо, я хочу начать книгу, чтобы мы открыли книгу «Бытие». Мы будем смотреть эту тему на первой истории. Это история, где записано грехопадение человечества. Трагическая история. Каждый раз, когда мы, искупленные жертвой Иисуса Христа, читаем эту историю, каждый раз у меня мурашки идут по телу, потому что это та точка, где разрыв отношений человечества с Господом. Книга «Бытие», третья глава, с первого по тринадцатый стих. Спасибо за PowerPoint. Есть в нашей теме, будут красные выделенные слова. Это на которые я бы хотел, чтобы мы особо обратили внимание. Но сначала мы прочитаем весь отрывок. Это книга «Бытие», третья глава, с первого по тринадцатый стих. «Змей был хитрее всех зерей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно. Потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. До этого места. Хотел бы сегодня детально посмотреть на этот отрывок и ответить на те вопросы, которые мы поставили в начале. Первый вопрос, который был, это откуда же приходят эти искушения? Интересно, Бог все создал прекрасным. Поместил туда людей, дал им свободу выбирать. И вот эта трагическая история, которая произошла, и которая несет последствия до сегодняшнего дня. И отразилась на каждом из нас, отражается. Хотелось бы, чтобы в этой истории мы не просто смотрели на Адама и Еву и говорили, как плохо они поступили, не могли удержаться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог смотреть в свое сердце и анализировать свою жизнь, как мы реагируем в разных вопросах, где мы находимся в этой истории. И первое, откуда они приходят? Соблазн или искушение всегда приходят с двумя вещами. Из этого текста я хочу увидеть, что соблазн и искушение всегда приходят с двумя вещами. Можно дальше перекрутить следующий слайд, если это возможно. Так вот, соблазны всегда приходят с двумя вещами. Первое, это сомнение, и второе, это обман. Обратите внимание, какие слова сказал сатана, Еве. Первый стих мы прочитали. То есть Адаму и Еве было четкое повеление было дано, они не знали другой альтернативы, не ставили это под сомнение, они понимали, что это правда. И вот появляется тот, который говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Вот это слово подлинно, знаете, что означает? А правда, знаете, когда мы кому-то не доверяем, мы говорим, ты правду говоришь? Точно правду говоришь? Подумай, хорошо. Так вот, подлинно ли сказал, ты уверен, что Господь сказал правду? И вот тут в разуме Евы зародилась новая какая-то альтернатива, начинает зарождаться. И дальше он ее запутывает, он говорит, подлинно ли Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева. То есть от всех деревьев нельзя есть. То есть запутывает, вводит ее определенное сомнение, чтобы у нее появилась какая-то альтернатива в голове. Знаете, первая степень или первая ступень отступничества, это сомнение в Божьих словах. Если вы встречали таких людей, те, которые встали на вот этот путь отступления, первая их стадия, это сомнение в Божьих словах. Когда люди начинают спрашивать, а правда ли, что я могу попасть в ад? А правда ли то, что только во Христе спасение? А правда ли то, что Библия это единственная стопроцентная истина? И вот сразу, когда люди задают эти вопросы, они готовы ко второму. Они готовы глотнуть обман, который дьявол для них приготовил. Второе, с чем приходит соблазн, это всегда обман. И смотрите, мы дальше прочитали четвертый стих, когда Ева объяснила все как есть, как казалось бы, расставила все по местам, сказала, нет, не от всех деревьев, только от дерева познания добра и зла и от дерева вечной жизни, вы знаете, что еще было такое дерево одно, от которого запретил Господь им кушать, тоже выгнал их из рая, чтобы они во грехе вечно не жили. Милость была для человека. И дальше он говорит второе, смотрите, четвертый стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Представьте себе, Бог говорит, да, умрете, смертью умрете, а дьявол говорит, нет, не умрете, черное и белое. Кому верить? Куда идти? Но, к сожалению, мы знаем, как закончилась эта история. Поэтому сомнение и обольщение, и искушение приходят с двумя вещами. Сомнение и обман. В Библии написано, что нет совета вопреки Господа. Это книга притчи. Написано, что нет совета вопреки Господа, то есть нет альтернативы. Если Бог сказал, что так будет, нет другого варианта, нет другого пути. Бог определил тому, что это так будет. Интересно, что книга Римлянам, первая глава, где говорит о людях, которые познали Господа, но не заботились иметь Бога в разуме. Написано так, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Что значит «не заботились»? Вы знаете, это вот это первое сомнение. Когда 100% твоего разума принадлежит Господу. Если там есть какой-то другой процент, 99%, то это значит, что у тебя растет какая-то альтернатива другая. Это, знаете, как сладкий яд, который впоследствии может убить тебя. Это очень опасно. Очень опасно иметь в голове, знаете, два пути и не знать, на каком идти. То есть мы должны четко, как христиане, быть уверены, что Слово Божие – это и есть 100% истина. И что Господь, Иисус Христос, есть наш Спаситель. Давайте смотреть дальше. Как приходит соблазн или искушение. То есть откуда мы увидели, как оно приходит. Как приходит соблазн или искушение. То есть стратегия. Его стратегия. Интересно, что когда я смотрел эту стратегию, в этой третьей главе «Бытие» первой книги, она вообще не поменялась до сегодняшнего дня. Абсолютно такая же. Абсолютно одно и то же, то, что сегодня люди делают. Один в один. Смотрите, шестой стих мы читаем. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно». То есть страстное желание. «Потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Три действия. Какие? Увидела. Захотела. И взяла. Три вещи. Стратегия одинаковая. Увидел, пожелал, взял. Увидел, пожелал, взял. Увидел, пожелал, взял. Одни и те же рельсы. Всегда. Абсолютно. Интересно, смотри. Видим. Путь к падению чаще всего начинается с наших глаз. Чему мы позволяем смотреть? На что мы останавливаем свой взгляд? Знаете, в социальных сетях очень много есть аналитики. И те, кто смотрят ленту, Instagram, Facebook, без разницы что. То есть считается даже сколько вы миллисекунд остановились на какой-то информации, на какой-то картинке и пошли дальше. И это пишет вашу историю. То есть на чем мы сегодня сосредотачиваем наш взгляд? Интересно, книга Иова. Иов сказал, написано, что этот человек был непорочный, справедливый, богобоязненный. Какой? Удаляющийся от зла. И он сказал, завет положил я с чем? С глазами? Вы знаете, что дальше, да. Поэтому увидел, пожелал, взял. Желание. Вожделение. Стать больше. Вы будете как боги. Вы получите знания. Вот это вот желание, когда хочется, как кто-то сказал, когда хочется, это хуже, чем болит. И третье, это взял. То есть конечная точка падения. То есть поймался на приманку. Поймался на этот соблазн. После чего приходит, конечно же, результат. Потому что Библия четко говорит, Бог что? Поругаем? Не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет. Только единственная разница в том, что мы выбираем, что сеять, но мы абсолютно не выбираем, что будем жать. Потому что жать мы будем ровно то, что мы посеяли. Поэтому приходит определенный результат. И результат записан с седьмого стиха. Смотрите. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». То есть пришел стыд. «И сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа». Приходит страх. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Посмотрите, какой результат. Первое, они увидели себя голыми, и пришел стыд. Раньше этого не было. Почему-то. Второе, они начали прятаться. Они начали прятаться, потому что они стали бояться. Обычно, когда, знаете, землетрясение, люди пытаются спрятаться, потому что им страшно. И третье, интересно, они начали обвинять всех, кроме себя. Оправдываться. Он виноват, она виноват, ты виноват, что дал. Знакомая картина? Очень. Это очень похоже на вот этот результат, который приходит после греха. После того, как люди попались на этот соблазн. Не хочу дальше, знаете, так вот, развивать и копаться в этом. Но хочу перейти к третьему вопросу. Как же все-таки побеждать соблазн? Как же все-таки переходить через эти искушения? Как же все-таки выходить победителем? Четыре совета дает нам Библия. Первый такой совет, как побеждать искушения или соблазны, это предвидевши избежать. Предвидеть. Это еще это не настало, но ты это видишь. И свернуть и убежать. Или избежать. Или отойти, выбрать другую дорогу. Притча 27.12 написана. Благоразумный видит беду. И что? И укрывается. Они неопытные идут вперед. И что? И наказываются. То есть два пути человека. Благоразумные видят и укрываются. Они опытные идут вперед и наказываются. Думаю, что большой процент искушений мы бы могли избежать, если бы мы могли подумать наперед и прокрутить картинку вперед, что за этим может стоять. Какая опасность открывается. Какие риски. Очень часто бизнесмен, который не просчитал риски, которые его ожидают, он терпит банкротство. Но одно дело потерпеть банкротство в финансовой сфере, другое дело потерпеть духовное банкротство. Это большая разница. Интересно, что один из примеров Библии, их очень много, где люди не рассчитали, что их будет ждать впереди. Один такой человек с семей. Помните, когда Авесолом восстал на своего отца, и он идет в ущелье, Давид бежит от своего сына Авесолома, с ним идут очень сильные люди, и семей начинает говорить на него плохие такие бранные слова. И Давид промолчал и пошел дальше. Спустя 40 лет царствует Соломон, и семею были сказаны слова, если ты выйдешь из Иерусалима, ты будешь убит. Он сказал, окей, да, согласен. Спустя три года у него убежали рабы, и он, знаете, в такой погоне, в такой страсти, может быть, побежал их забирать обратно, и он их забрал, правда, он их забрал. Он сделал эту цель, но он вышел. Он не предусмотрел, что будет дальше. После чего его позвали, и мы знаем, что его убили. Не его убили, он был наказан за то, что приступил это слово. Если еще говорить об этом примере, я как-то читал историю про одного монарха, который искал себе наездника. Он искал, кто бы мог водить его повозка. И вот он вкинул, можно сказать, такое объявление или клич на весь город, где бы собрали самого лучшего профессионала, наездника, который может быть и служить у этого монарха. И вот собрался народ, они начали демонстрировать свое мастерство, и первый человек сел, и так сел, и проехал очень близко возле обрыва. Все так смотрели, думали, ммм, профессионал. Потом второй сел на эту же повозку, начал ехать, и проехал так близко, что половина колеса была возле этого обрыва, и он проехал, люди аж воздыхали, думали, ух, как он не упал. Думают, наверное, ну точно его возьмут, потому что дальше уже, ну никак. И сел третий. Сел на эту повозку, отъехал далеко-далеко к лесу, очень далеко, и там проехал. Как вы думаете, кого выбрали? Не надо искать приключений. Не надо. Не надо приближаться к этому краю, и ждать. Ой, я не падаю, я еще не падаю, еще не падаю. Не надо. Поэтому предвидевши убежать, предвидевши уйти. Интересно, что последнюю мысль по этому пункту хочу сказать, что побеждает всегда тот, кто видит дальше. Всегда, в любом деле, побеждает тот, кто видит дальше. Пример из Библии Давид и Голиаф. Помните, Голиаф видел Давида? Маленького, слабенького, такого, знаете, позорного для него соперника. А Давид говорил, я иду против тебя во имя Господа Бога Израиля, и Бог уже предал тебя в руку мою. Ты еще говоришь, а уже тебя нету. Поэтому две разницы. Глаза веры и глаза физические. Библия, Слово Божие, то, чем мы сейчас занимаемся размышлением, пребыванием в Божьем Слове, оно дает нам развивать духовные глаза, чтобы видеть дальше, чтобы побеждать, чтобы увидеть, что ждет за этим нас. Если мы не будем это зрение развивать, мы никогда не увидим опасности. Следующее. Следующий совет, который дает Библия, для того, чтобы не попадаться на эти соблазны и искушения, это вовремя уметь убежать. Оно очень похоже с первым пунктом, но почему я его записал? Потому что одно дело, когда мы еще не там, но понимаем, что оно приближается. Другое дело, когда мы здесь находимся, Иосиф, помните, который просто и убежал. Найти в себе силу сказать, нет, стоп, хватит. как в Римляне написано, пленять всякое помышление, такую, знаете, неправильную мысль, что в послушание Христу, взять вот этот плен, плен послушания Христу, и я не могу выйти из этого. Это очень важный момент. Вовремя уметь убежать. Как правило, люди не попадают в какую-то ситуацию внезапно. Это мы узнаем внезапно, что где-то что-то произошло. Но, как правило, в каждой истории падения есть свой путь, есть свой процесс, который человек допускает в своей жизни. Знаете, есть тот момент, когда человек на обочину чуть скатывается, скатывается, и потом он идет. Вот этот вот определенный путь. Хочу один отрывок вместе с вами прочитать, он достаточно длинный, но, думаю, у нас есть немножко время. Это книга-притча, седьмая глава, где Соломон мудрый человек, который имеет мудрость от Господа. Он имеет сына, и он хочет передать своему сыну максимально своей мудрости. И он эту мудрость передает различными способами. И вот один из способов, это седьмая глава, притча седьмая глава, где Соломон учит своего сына на примере чужого человека, на примере чужой проблемы. Он показывает твой пример и говорит, вот так никогда не делай. Вот так запомни и никогда не делай. Интересно, я хочу посмотреть детально эту историю, вообще, как развиваются эти события. Это очень похоже на то, как соблазн овладевает человеком. Седьмая глава книги-притчи, шестого стиха. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее, шедшего по дороге к дому ее». Это, говорится, облудницы. Так, знаете, поближе пройтись, так голоском глянуть. «В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудниц, то есть вот охотница, блудница с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему». Знаете, такая шоковая терапия. «Мирная жертва у меня сегодня. Я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя». Такая, знаете, красивая история, ее тактика. «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила с мирной алоей и корицей. «Зайди, будем упиваться нежностью до утра, насладимся любовью». «Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собой и придет домой к дню полнолуния». То есть такая безопасная, хорошая обстановка. 21 стих. До этого, еще хочу запомнить, до этого момента этот молодой юноша мог убежать. Он мог сказать «Стоп, не туда иду». Нет. Но после 21 стиха он не мог этого сделать. 21 стих. «Множеством ласковых слов она увлекла его и мягкостью уст своих овладела им». Последствия. «Тот час он вошел, пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел. Да коли стрела не пронзила печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ей». Представьте себе. Он еще идет, еще ничего там такого нету, но уже он упал. Это как, знаете, как вол, которого ведут на заклание, он еще идет своими ногами, а его уже поделили по частям, кому какая достанется. И вот итог. «Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, и не блуждай по стезям ее, потому что многих поверла она ранеными и много сильных убиты ею. Дом ее, путь в преисподню, нисходящие во внутренние жилища смерти». Как вам история заканчивается? Красивая картинка начала соблазна, но конец ужасный. Кто-то сказал, что грех это то, что затемняет разум, притупляет совесть, разрушает счастье, обещает свободу, а приносит рабство, сулит бархат, а одевает в рубище, проповедует счастье, а награждает смертью. вот насколько страшный соблазн, вот насколько страшно искушение, если мы посмотрим на конечный его результат. Знаете, только книга Библия может нам открыть зрение и взгляд, что ждет за поворотом, что ждет там, где мы не видим, потому что Библия знает до самого конца, куда оно приведет. И это очень важно размышлять и постоянно проверять свою жизнь с Писанием, со Словом Божьим, которое говорится. Написано в притче «Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города». Поэтому второй совет, который дает Библия, это вовремя уметь убежать, вовремя сказать «нет». Иметь такое владение собою, иметь свободу во Христе, иметь силу Божию. Третье, какой Библия дает совет, это понимание источника искушения. Это очень важно. Откуда приходит предложение? Иакова 1 глава 13-15 стих, мы читаем такие слова. Иаков четко говорит, он говорит вначале, помните, радуйтесь, когда впадаете в различные испытания, там искушение, испытание, знаю, что испытание вашей веры производит терпение, то есть это есть те действия, которые исходят от Господа. Мы сейчас посмотрим на эти два слова искушение, испытание. Но дальше Иаков 13-15 стих 1 глава он говорит, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Две разницы искушения и испытания. Мы говорим о источнике. Мы знаем, что Бог Он посылает испытания человеку. И тут же приходит искушение. Если посмотреть разницу этих слов, то искушение и испытание. Искушение это то, что человек выбирает, а испытание это то, что он просто принимает. испытание испытывает Господь, а искушает сатана. Эти два слова, это знаете, как две стороны одной медали. Бог посылает испытания в нашу жизнь для того, чтобы сделать нас сильнее, для того, чтобы наш дух мог укрепиться, чтобы наше терпение, оно могло быть больше, чтобы наша вера была крепче. И это нелегкий период жизни. И дьявол не спит. Христос четко сказал его планы, которые никогда не поменяются. Это один план. Украсть, убить и погубить. В тот момент, когда Христу было очень тяжело, тогда подошел сатана и начал его искушать. В тот момент, когда нам будет тяжело, мы увидим много соблазнов. и дай нам Бог сил остаться верными. Интересно то, что мир, похоть и дьявол, их природа никогда не поменяется, мы сказали. Их подарки всегда ведут к смерти. Христос, когда его искушали, цель дьявола украсть, убить и погубить, он сказал, и то, что предлагал дьявол Христу, Христос четко понимал, откуда это исходит. Он говорил, Богу одному поклоняйся, жив человек будет не всяким хлебом, но Словом Божьим. И мы знаете, Словом Божьим он отражал постоянно. Интересно, еще один пример из истории, наверное, может, вы читали или помните, это война Греции и Трои. Эта война продолжалась очень много лет, и Троя это был город, который был неприступная крепость. Греки их было, они причисляли численностью, много было воинов, но они не могли приступить в этот город. И единственный способ, который позволил уничтожить Трою, помните, как он назывался? Троянский конь. Это был подарок от греков, пожалуйста, возьмите. И они приняли этот подарок от своего врага, завели его в город, начали праздновать, что даже их враги уважают их. А этим временем начинало гореть Троя и точно так же начинает гореть душа, которая позволяет соблазнам или брать эти подарки. Поэтому очень важный пункт. Понимать источник искушения или соблазна, или то, что нам предлагается. Это важный момент. Последнее, на что хочу обратить наше внимание, мы будем заканчивать. Это Иисус советует нам решительность или радикальность по отношению к искушениям. Какими нам надо быть? Какое решение надо принимать? Как надо жить? Зачем надо следить? Интересно, Христос, Иван Матфея, 5 глава, 29-30 стих говорит очень радикальные слова. Он говорит так, если же правый глаз твой соблазняет тебя, что? Вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену, то есть душа твоя ввержена в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Не думая, что мы должны буквально лишать себя рук, ног и глаз, потому что если бы это было так, наверное, немного нас бы здесь было, не хватило бы у нас рук и ног, и точно глаз. Но, тем не менее, Христос говорит о радикальном отношении к соблазну, о радикальном отношении то, что может вот это маленькое погубить твою жизнь. Тут Библия против такого, знаете, мягкого или поверхностного христианства. Евангелие несет принцип решительности, радикальности по отношению ко греху. Это нельзя замалчивать, это нельзя, знаете, так укладывать красиво, заворачивать какой-то фантик. Грех есть грех, соблазн есть соблазн. И Христос очень серьезно говорит об этом. Написано, начало мудрости это страх Господень. Библия говорит, и вообще вот единственное, что может нас удержать в тот момент, это только страх Божий. Ничего больше. Итак, давайте делать выводы. То, о чем мы сегодня говорили, поднимем в нашей памяти, вспомним и будем молиться. Мы сказали, что искушение всегда приходит с двумя вещами. Помните, с какими? Кто помнит? Две вещи, с которыми приходит соблазн. Сомнение и обман. Отлично. Следующее. Какая стратегия искушения или соблазна? Помните, три. Увидел, пожелал, взял. К сожалению. Результат. Результат стыд, страх и оправдание. Вы знаете, когда человек впал в грех и он скрывается, ему стыдно, чтобы в церкви это открылось. Когда это церкви понимают, знают об этом, он боится, он не хочет приходить, он не хочет видеться, он хочет прятаться. И когда иногда встречаешь человека где-то в Коско или где-то в каком-то маркете, о, привет, человек говорит, это не я, ты неправильно знаешь. как побеждать, предвидевший избежать, вовремя уметь сказать нет, понять источник искушения и последнее это решительность или я бы сказал радикальность по отношению ко греху. Да благословит нас Господь, понимать все это и как бы не было тяжело побеждать любой ценой для Его славы. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!